Долгое время столица Чувашии была центром речного туризма, а Петр Горячков руководителем туристских маршрутов на теплоходе Николай Гастелло. О том, какими запомнились ему Чебоксары в его детстве и юности, в нашем сюжете. В годы войны республика стала вторым домом для многих эвакуированных. Семья Петра Горячкова приехала в Чебоксары из-под Выборга в июле 41-го года. Добирались по Волге. Семь лет было. Ну, 34-го года рождения. Вот. Семь лет. Вот восемь лет без отца остался. Все время там пасся на этих катерах. Они перевозили на переправе и открыли местные линии Чебоксары-Козловка и Чебоксары обратно, конечно, за сутки. И вверх до Васильсурска ходили. Река стала для Петра Ивановича особым местом. После уроков ребята быстрее мчались к Волге. Там всегда было чем поживиться. Она мне была родной матерью второй, можно сказать. Во время войны-то. Я все время около Волги. За диким луком. Волга меня кормила, питала. Рыбку иногда положишь. На вырученные деньги покупали картофельные лепешки. Там же чуть позже открылась столовая для школьников. Кормили один раз горячим обедом. Для вечно голодных ребят это было большой поддержкой. А потом Волга стала для него еще и местом работы. Я в 16, как мне исполнилось, я сразу рулевым меня взяли. Я был опытный. Помнит, как сейчас Петр Иванович, и ту самую победную весну 45-го. И старый млад тогда вышли встречать первые теплоходы. Гастелло и еще несколько теплоходов пришли из Германии. Этот теплоход приписали нам. Потому что у нас плотность населения большая. Трехпалубные, комфортабельные. Уже в советские годы почти 10 лет Петр Иванович работал руководителем туристских маршрутов на теплоходе Николая Гастелло. Весь летний сезон теплоход возил туристов по излюбленным маршрутам до Астрахани, Москвы, Ленинграда. Пароходные гудки Петру Ивановичу слышатся и сейчас. Тогда была хорошая традиция заканчивать навигацию прощальными гудками. До сих пор в памяти ветерана набережной Волги. Во все времена она кипела жизнью. Поэтому Петр Горячков надеется, что столица Чувашии вновь, как и прежде, станет одним из центров речного туризма. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.